Легкий такой зимний бурен, может солнышком дать немножко, к примеру, у нас в Удмуртии очень красивые, холмины, перелески, деревца, домики, ёлочки. Такой зимний бурен сделали. Там где-нибудь колхоз на красный труд. Вон такой. Красный лапы, да. Ну что-то вроде того, да. Здесь деревца. Опять же, с неба. Всё у нас начинается с неба. Солнце. Ещё зеленцы. Вот такой бледный оттенок. Потом это у нас плавно переходит в снег. Здесь напишись. Девушки. Текуторые над ориенными. Ориендуем. Девушки. 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 Невушки. Лапы. Снизочек обозначим, далее, вот таким вот образом, как-то я здесь с розовым лих по ступинку, ну ничего. Да как, снег не любил делать такой. За работу, Боже. Сейчас будет вам рекаму, будет и... Так, дальше вот как раз берём тоже сиреневатые оттенки и смело пишем деревца. И не таком. Наметили слегка деревья. Елочки, шишечки, елочки. То есть понятно, что то, что мы сейчас делаем, это тёмные силуэты деревьев на светлом фоне вечернего неба. Как раз пока краска не высохла, тьфу, пока лист не высох, то есть мы намечаем деревья, которые у нас подальше. потом мы их где-то ещё немножко по более уже высохшей поверхности пройдёмся и обозначим поярче. Сейчас пока у нас акварель ещё немножко растекается. и даёт мягкие касания с небом фоне. Следим за силуэтами деревьев, чтобы они были разные. Вот верхушка уже высохла. Вот где-то я уже показываю, где небо пооблёскивает на силуэтах деревьев. Контражура. Продолжение следует... И играем вот этими графическими моментами всего этого деревьев. Дальше лиственное деревьев. Вот так вот у нас это всё. растекается. То есть почему очень важно делать зарисовки деревьев? Потому что потом рука более уверенно рисует их по памяти. И сейчас я просто возьму и и тень. Тени некоторые вот и на стволах. Тон деревьев имеет усилие. Акварель светлеет при высыхании. Тон меняется. И поэтому, несмотря на то, что накладывал вроде бы темно. и есть некоторый элемент снега уже как бы и цвета упавшего сверху. Вот дальше что ещё могу взять и усилить моменты вот этого инея на деревьях. поактивнее. То есть там он у нас мягко растёкся. Сейчас я его, этот цвет, тон усиливаю. и делаю более графичным, более конкретным. Контрасты посильнее получаются. Здесь тоже где-то глубины подчеркну в ёлочках. Чуть-чуть. В общем-то и сейчас элементы дороги. Снежочек слегка растянем. Прокварельные подкладки. Где-то можно взять кисть пошире. Здесь от деревьев, так как свет там, немножко тени сюда растянем. Чуть подчеркнём направление освещения. Дальше горизонт. С некоторыми холминами и перелесками. Прямо вот в ствол дерева не втыкаю эту линию. Оставляю немножко промежуток, чтобы было время, что это подальше. То же самое здесь. Здесь тень где-то падающая заползла на снег. И это как раз придаст солнечности и будет понятно, откуда источник освещения идёт. Тень где-то падающая заползла на снег. Дальше горизонт. Дальше горизонт. Дальше горизонт. Дальше горизонт. Можно слегка распушить кисть и кову сухой кистью. Лиственные деревья подчеркнуть. Дальше горизонт. Дальше горизонт. Вот это вот такой быстрый вариант зимнего этюда. Дымка не хватает. Дымка. Для народа. Дальше горизонт. Дальше горизонт. по просьбам творческих трудящихся. И портфель фирмал. На память царапал. Я так могу дону молодежи оставить. У вас тоже хорошая работа. Тоже вообще хорошая работа. Мы все оставили. Для начала хотели оставить вашу эскизу, потому что расстебился. Все, вот такой быстрый маленький вид. Спасибо.